Всем огромный привет моим подписчикам, тем, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. В этом видео я решила вам рассказать, что я привезла из Талина. Я не знаю, что первым выйдет это видео или видео в Таллине, влог из Талина, рум-тур из нашей гостиницы в Таллине, но в любом случае хотелось бы вам рассказать, что я конкретно привезла из Талина, какие сувениры, какие подарки, друзья, пока я все окончательно не раздарила и не съела. Просто поделюсь тем, что я нашла для себя, что-то нашла из косметики, из каких-то вкусных вещей. В общем, все, что я посчитала нужным привезти из Талина, я вам сегодня все это покажу, расскажу, расскажу о том, что я уже раздарила, поделюсь как-то впечатлением немного о городе, понравился, не понравился. В общем-то, если вам интересно, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. У меня сегодня будет такой очень домашний уютный чайный влог, я себе налила как раз-таки чай, привезла его тоже из Талина, вот такой вот чай, органик, какая-то марка органическая чая, то есть он выращивается в Гималаях, собирается, в общем-то, это чай в пакетиках, здесь вот такие вот как сашеты получаются, вот они такие кругленькие. Интересный чай, здесь 25 пакетиков кругленьких, это зеленый чай с натуральным лимоном, лаймом, апельсином и беркомотом. Приятный вкусный чай, но ничего особенного, собственно, если только в подарок везти, из-за упаковки, упаковка прикольная. Следующий чай, это как бы стандартный чай, всегда возила его из Финляндии, просто потому что у нас в Питере он не продается, такой вот липтон, привожу его постоянно либо из Финляндии, либо еще откуда-то. Вот в этот раз из Эстонии привезла. У меня он какой-то версии Fresh and Spicy, это тоже зеленый чай. Как я здесь понимаю, у нас... Господи, ну по-русски-то хоть что-нибудь в музее не должно быть. В общем-то, тут, по-моему, Лакрица, Кеннелл, это... Кеннелл, я не помню, что такое Кеннелл. В общем, как я поняла, здесь должны быть специи, типа гвоздики, корицы, Лакрица, что-то вот такое. Но также здесь есть какие-то свежие нотки. Пока я не поняла, нравится мне чай этот или нет. Вот. Ну, в общем-то, тоже буду пить. В принципе, серия вот этой линейки этих чаев мне нравится. Также, конечно же, я привезла магнитик. Привезла магнитик вот такой вот, достаточно милый. Это керамика. Не знаю, мне, конечно, больше понравились еще именно как сделаны, как кусочек глиняного горшка, и на нем там гравировка сделана. Но я увидела их только в одном месте, и потом мы не смогли найти то место, где как раз я увидела эти магнитики. Поэтому купила вот именно такой. В общем-то, мне кажется, он такой, как какой-то хэдмейт легкий такой. Поэтому выглядит классно. Ну, обычный магнитик. Я думаю, в принципе, проблемы... Я думаю, что проблемы, в принципе, найти магнитик. В частности, в Таллине. Это не проблема найти красивый магнитик. Переходим, наверное, к сладостям. Прежде всего, очень классная компьютерская фабрика Калюб есть в Эстонии. И я привезла вот такие вот марципаны к себе, потому что я обожаю марципаны. Пока еще не пробовала. Также привезла вот такой вот шоколад. Это черный шоколад 70%. Вот. Ну, в принципе, шоколад Калюб вкусный. Очень вкусный. Это как бы я не первый раз пробовала. Поэтому шоколад, конечно, рекомендую, потому что это потрясающе вкусные конфеты. Также у меня вот пока что из того, что не раздарено, остались вот такие коробки конфет. Вот с Таллином. Мы, кстати говоря, тут я подруге отвезла как раз-таки с Таллином еще одну коробку. Там были такие, как конфетки. Они как такие пирамидки. И посыпаны разными... Они с разными начинками и с разными посыпками. Потрясающе вкусные конфеты. Здесь это конфетки такие, как в форме и с различными начинками. Тоже тут начинка крем-плили, сливочная начинка. В общем-то, вот таких вот с видом Таллина. Огромное множество коробок конфет. Можно выбрать какие угодно себе. Вот. Я пока еще одну коробку оставила. Не знаю, либо на подарки уйдет, либо на стол куда-нибудь. Еще привезла две коробки вот таких вот разных. Коробки с конфетами с ликером в ванной. Таллинн, то есть классический. И тут какой-то Winter Spice версия. Тоже не знаю, подарить, либо сама съесть. Но я только в последнее время не любитель конфет. Поэтому не знаю даже. Вот. Тоже та же кондитерская фабрика Calif. Кроме того, во блоге вы увидите, есть у них в центре города именно кондитерская. Где можно покушать какие-то пирожные, какие-то такие кондитерские изделия. Тоже это именно кондитерская Calif. Так, что еще тут рассказать? Что касается конфет. Еще привезла себе Lindor. В Питере пока не видела таких версий именно Lindor с шампанским. Это у меня самые любимые конфеты Lindor. В последнее время до этого любила Рафаэлла, пока меня ими не закормили. А сейчас люблю Lindor. Очень нравятся мне эти конфеты. В общем-то пока у меня стоит версия. Не знаю, когда я открою эту версию с шампанским. Прям вот. Прям пока еще не хочется. Но я думаю, что когда у меня будет вот такое новогоднее настроение, я обязательно открою эту коробочку. Далее, наверное, сладости закончились. Перейдем к алкоголю. Сразу хочу сказать, что мы привезли еще пиво из Бирхаус. Там есть как ресторан, пивоварня Бирхаус в центре Таллина, в старом городе. И мы оттуда привезли пиво в подарок. То есть там вы можете попробовать это пиво, естественно, заказать его. Вы можете также его взять с собой. То есть у них предоставляется сама вот эта тара. Продаются бутылки. В этих бутылках сохраняется свежесть пива 2 недели, там 14 дней. И мы покупали это пиво в подарок. Мы его сразу же подарили, грубо говоря, через день после того, как приехали. То есть там такая была могучая бутылка, очень красивая бутылка. И в ней, собственно, это пиво. Поэтому если вы хотите сделать приятное человеку, который действительно любит пиво, то из Сталина обязательно привезите вот это пиво из Бирхаус. Потому что потрясающее пиво. Я не любитель, в принципе, ну как пиво, как напитка. Но я попробовала пиво и в Бирхаус, и в Олдханса. Господи, вот это первое, наверное, пиво, которое я полюбила. Мне безумно там оно понравилось. Очень-очень вкусное. Поэтому вот советую, что попробовать в Таллине, я советую, так это пиво. Так, только тем, кому больше 18 лет. Вот, так, теперь все от экрана, кому меньше 18 лет. Что еще из алкогольных напитков? Естественно, я привезла Ванна Таллин. То есть вот, как, собственно, вот эти конфетки, они с ликером. С начинкой, со вкусом этого ликера Ванна Таллин. Так, и вот сам ликер Ванна Таллин привезла маме в подарок. Там вот такие вот подарочные версии были с бантиком. Также хочу сразу сказать, Ванна Таллин, он, вот, мы нашли цены разные. Мы нашли от 7 евро до, по-моему, 25 евро. Вот такой вот разброс. То есть эту бутылку мы взяли за 10 евро, могли бы еще побегать. В общем, на следующий день, по-моему, на следующее утро в супермаркете мы видели такие же бутылки, но уже за 7 евро. Поэтому не бегите сразу там около гостиницы где-то покупать. Не покупайте в центре туристическом. Конкретно Ванна Таллин можно спокойно купить в любом супермаркете. Там будет цена намного меньше. Поэтому вот, собственно, Ванна Таллин. Там также есть две версии. Мы взяли 40-градусный, то есть есть там, по-моему, еще покрепче 45. Но классика это 40, как я понимаю. Поэтому привезли маме вот такой вот Ванна Таллин. Также привезли какой-то неизвестный вообще ликер в России. Я его не видела. Какой-то в Канаре. Пока еще не пробовали, что он из себя представляет. Но взяли мы его просто вот ради интереса. Это какой-то польский продукт. Поэтому, если вы... Опа! Даже производство-то его сертифицировано по ISO 9001. В общем, ликер, наверное, вкусный. Здесь 350 миллилитров. Вот. Поэтому, наверное, он такой вот. Я выбрала с кокосовым молоком. Также там есть с пинаколадос, с тофи. С разными вкусами. Поэтому, если вы пробовали вот этот вот ликер, обязательно напишите мне, что он из себя представляет. Вот. Потому что у меня стоит. Я пока еще не открывала. Но я, в принципе, не любитель ликеров, потому что голова от них болит. И я больше их люблю именно в кофе добавлять. Далее. Что я еще привезла? Я привезла сыры. Я уже говорила в своих видео о, скажем так, правильном питании. Что единственная моя проблема, наверное, в плане правильного питания была всегда отказаться от каких-то именно жирных продуктов. В том числе я обожаю сыры. Я привезла большое количество сыров. Я вам советую настоятельно попробовать сыр жареный. То есть он в такой вакуумной упаковке. Мы его, к сожалению, уже съели. Если я найду какую-нибудь фотографию этого сыра, я обязательно вам прикреплю. В общем-то, это такой жареный сыр. Он обычно либо вот в круглой упаковке сам, он как круглый, либо в половинке, в полукруге, либо в четвертинках он есть. Он есть в Финляндии, он есть в Эстонии, он есть, по-моему, в Литве. Потрясающий сыр, очень-очень классный, вкусный. Его вы просто подогреваете в микроволновке. И вот такой вот тепленький, он очень-очень вкусный. Очень вкусный именно как закуска, может быть, под пиво. Очень вкусно просто так его есть. Потрясающий вот этот вот сливочный такой, слегка резиновый сыр. Очень вкусно. Далее, что хочется отметить. Сыры, именно такие дорогие сыры, типа бри, камамбер, какие-то вот такие вот дорблю. Я привезла себе два кусочка дорблю, которые мы уже благополучно съели. Также я привезла себе несколько кусочков бри, которые мы тоже съели. И также я привезла вот камамбер. Вот у меня остались только камамбер и бри. А все остальные кусочки мы съели. В том числе вот этот жареный. Камамбер с перцем мы брали. Очень тоже вкусный. В общем-то, очень-очень классные сыры. Мне они безумно понравились там. И как раз-таки вот всякие такие сыры с плесенью, вот это все там дешевле. То есть, все это там дешевле. У нас этого мало сейчас в связи с санкциями, со всем остальным. У нас мало этого в Питере, в принципе. И все это очень дорого. Поэтому, в общем-то, сыр вот такой вот можно привезти, конечно, из Эстонии. Почему бы и нет? Я привезла. И, конечно же, я прикупила косметику. Какой бьюти-блогер без косметики? Прикупила два продукта. Такие достаточно, скажем так, бестселлеры Ютуба. Купила два продукта, таких, скажем, нашумевших на Ютуб. Это Батист. У меня для брюнеток. То есть, с темным оттенком, для темных волос. Это шампунь. Сухой шампунь. Пока что плюс я вижу. Основное, что он не тестируется на животных, кому это важно. Также, в общем-то, он хорошо освежает волосы. Достаточно большой объем, 200 мл. Мне не очень нравятся, конечно, штуки. После него надо мыть, потому что он оставляет конкретно такой темный пигмент на руках. Когда там поправляешься, все это распределяешь. В общем-то, он хорошо освежает его. На моих волосах видно, потому что он дает очень матовый такой пигмент. Ну, как, то есть, финиш матовый на волосах. У меня волосы очень блестящие, поэтому на моих волосах видно. Не знаю, буду тестировать, потом расскажу свое мнение. И также купил себе автозагар в среднем оттенке. Сент-Морис называется. Это мусс. Мусс я никогда еще не пробовала. И так что пока побаиваюсь тоже попробовать. Но, в общем-то, и тот, и другой продукт, по-моему, стоили... Батис точно стоил дешевле, чем в России. А с Сент-Морис, не знаю даже. По-моему, примерно так же или даже чуточку дешевле. В общем-то, решила я попробовать эти два продукта. Автозагаром сейчас начну, наверное, пользоваться ближе к Новому году. И потому, что я сейчас как-то вообще обелела. Прям ужас какой-то. Вот, в общем-то, и все, что я прикупила в Таллине. Все, что я вспомнила из того, что я купила. Также там какие-то были шоколадки, еще что-то. Там много, на самом деле, каких-то интересных продуктов, которых у нас нет. Мы там и швепс пили, по-моему, с грейпфрутом. И также я там купила киндербуэно в черном варианте с черным шоколадом. Очень вкусно. И вкуснее, чем обычный киндербуэно. И было бы, на самом деле, круто, если бы в России привозили вот этот киндербуэно с черным шоколадом. Что касается самого города, я в восторге. Я очень хочу поехать еще раз. К сожалению, не получается на рождественские вот эти вот все ярмарки попасть в этом году. Я надеюсь, что получится в следующем. Потрясающий город. Потрясающий именно старый город. Есть что посмотреть. Очень много каких-то средневековых зданий. Мне очень понравилось, что есть, допустим, какие-то такие, как музеи, не музеи. То есть там, допустим, есть переулок, или как он называется, улица мастеров, грубо говоря, это переулок Катарины. И там вы можете посмотреть всевозможные достаточно старые мастерские, где делают изделия из кожи, где что-то ткут, что выдувают, допустим, какие-то изделия из стекла. То есть все это ручно работает, а можно увидеть, как это делается, можно что-то прикупить себе. Также, наверное, хотелось бы отметить, что конкретно я в этот раз не заметила какого-то негатива по отношению к русским, по отношению к себе. То есть не было каких-то таких моментов, что люди не хотят разговаривать на русском или не хотят разговаривать со мной. Но мы попали, скажем так, в такой момент. Мы ездили в начале, в самом ноября. Возможно, это объясняется несколько другими причинами, то есть в связи с трагедией недавно произошедшей. Что еще такое рассказать? Если говорить именно как о туристическом направлении, о Таллине, об Эстонии, я бы советовала посетить эту страну. Посетить Таллинн, очень красивый город, действительно, именно в связи с тем, что у нас закрываются очень многие туристические направления. Если вам не принципиально ехать куда-то в теплую страну или что-то посмотреть интересное для себя, то, наверное, да. Как вариант, Таллинн, да, можно посетить этот город. Я думаю, что он очень понравится. Можно погулять, можно ходить по разным интересным местам даже там. Можно сходить в всевозможные какие-то ресторанчики необычные, средневековые. То есть развлечений всевозможных полно. Особенно, я думаю, что круто будет тем, кто сейчас поедет как раз-таки на рождественские ярмарки, потому что это, говорят, просто непередаваемые какие-то, скажем так, впечатления. Я вот очень хочу попасть именно на какие-то такие вот, в какой-то такой вот, наверное, период, ноябрь, начало декабря, чтобы попасть на рождественские как раз ярмарки. Вот, в общем-то, и все. Советую вам, конечно, поехать в Таллинн, посмотреть этот город, потому что безумно просто красивый город, который действительно своей атмосферой цепляет, своим вот этим вот духом непередаваемым. Очень красивый, много что есть, чтобы посмотреть. Обязательно смотрите влог из Сталина. Я там постаралась как-то свои впечатления передать об этом городе, но для вас самое-самое интересное, что мне показалось интересным. Также, надеюсь, вам понравились те вещи, которые я привезла из Сталина. Если вы что-то привозили, еще интересно, что я не показала сегодня, обязательно напишите мне в комментариях, чтобы я знала, зачем ехать в следующий раз. Также напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие города в последнее время вы посещали, куда вы ездили в отпуск, что вы советуете оттуда привезти, что вы советуете там посмотреть. В общем-то, пишите все, что придет вам в голову. Если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также подписывайтесь на мой Инстаграм и на Перископ. Да, есть Перископе, все ссылки я обязательно оставлю вам в инфобокс, чтобы вы меня смогли легко найти, чтобы смотрели мою жизнь, скажем так, в онлайн каком-то таком формате. И все, всех вас люблю, целую, до скорых встреч в следующих видео.